С Верой в спорт Добрый А как Татьяна попала к нам в студию А это все благодаря Ане Альминовой Которая сидит вот сейчас рядом Наша чемпионка российская Чемпионка Европы в беге Ну все прекрасно Аня знает вас Поэтому и вам тоже Добрый вечер Добрый вечер Почему у нас добрый вечер? Хотя программа выходит днем Потому что мы записываем эту программу в воскресенье 28 января Вот буквально сейчас Татьяна из аэропорта Сразу же к нам была доставлена с помощью Ани И мы естественно захотели тут же взять интервью Которое будет вот супер-супер эксклюзивно Еще никто не успел с Татьяной поговорить Но будут счастливы и те Кто уже после того как ряд мероприятий пройдет Здесь в Кировской области поговорят с Татьяной Лебедевой тоже А мы вот в преддверии посещения Еще Таня не видела здесь никакие наши объекты Не встречалась с ней, не разговаривала Поговорим И прежде всего начнем с того Что расскажем А что собственно в ближайшие дни предстоит Из спортивных и околоспортивных мероприятий Почему целая олимпийская чемпионка Приехала в Кировскую область И Аня тогда давайте поясняйте 29 января в нашем городе Пройдет традиционный новогодний бал Звезды вятского спорта Вот еще у кого Новый год не закончился Так, спортсмены На этом праздничном, очень важном Для кировского спорта мероприятии Мы чествуем лучших спортсменов По итогам ушедшего года По итогам 2017 В этом году мы немножко поменяли формат Награждаемых То есть Нет, все хорошо Мы в хорошем темпе говорим В этом году мы немножко поменяли формат Мероприятия В этом году мы награждаем Всех спортсменов По двум Разделили всех спортсменов на две группы. Первая группа – это победители, вторая группа – это лауреаты. Объясню немножко, что такое. Все победители у нас разделены на три категории. Это спортсмены, выступающие в видах спорта, включенным в программу олимпийских и паралимпийских игр. Вторая группа категория – это спортсмены, которые выступают в тех видах спорта, которые не включены в программу олимпийских и И третья категория – это ветераны. В группу победителей спортсмены выбирались по баллам. В конкурсе участвовали спортсмены, выступающие за Кировскую область, проживающие на территории Кировской области. Разряд этих спортсменов не ниже кандидата в мастера спорта. Возраст не моложе 16 лет. И обязательно условия – участники международных соревнований. – Много у нас таких, проживающих на территории Кировской области, участников международных соревнований? – С радостью можно отметить, что у нас их много. И в группу победителей у нас вошло 30 с небольшим, сейчас могу ошибаться, в точной цифре 33 или 37 человек. Вторая группа лауреаты – это каждая федерация от своего вида спорта предложила нам лучшего по мнению федерации спортсмена. Этих спортсменов мы также отметим. Ну и лучшим подарком, конечно, для спортсменов, для победителей, неважно, для победителя или лауреата, станет вручение заслуженной награды из рук олимпийских чемпионов. Поэтому в прошлом году мы эту традицию, положили начало этой традиции, к нам приезжала олимпийская чемпионка Софья Великая со своим супругом, олимпийским чемпионом Алексеем Мишиным. В этом году мы очень благодарны, что Татьяна нашла время в своем плотном рабочем графике и приехала к нам для того, чтобы честовать лучших спортсменов земли Вятской. Да, ну вот мы сейчас продолжим говорить про вот это честование и про то, как, возможно, год прошел на Вятской земле, что касается спорта Сани Альминовой. Но вот должна сказать нашим слушателям, что с Татьяной Лебедевой мы поговорим не только о вручении наград и о региональных каких-то вещах. Мы обязательно проговорим и про Олимпиаду, которая сейчас вот нам грозит или не грозит, уже теперь не знаю, как сказать Южной Кореи. И проговорим про поддержку или не поддержку профессиональных команд, потому что, то есть я хочу просто сказать, что мы проблематику тоже поднимем. Однако у спортсменов всегда есть за что честовать. Наверное, спортсмены это те люди, которые, безусловно, отдают полностью свою жизнь конкретной профессии, которую они выбирают, не могут сойти в сторону. То, что шаг левый, шаг вправо в спорте, это потеря, что называется, дистанция. Все, ты потерян для спорта. И, конечно же, те люди, которые сейчас будут честоваться 29 числа, мы, кстати, не сказали, где этот балл будет. В Дворце культуры Родины. В понедельник во Дворце культуры Родины будет награждение. Кроме награждения еще концерт какой-то, наверное, да? Да, программа на самом деле очень такая обширная, насыщенная. Начнется все мероприятие в три часа, когда Татьяна встретится сначала в такой неформальной обстановке с победителями и лауреатами, с самими спортсменами. Затем начнется основная концертная программа, тоже очень интересная. Будет она насыщена и видеороликами, ролик по итогам спортивного сезона 2017 года. Второй ролик у нас будет посвящен Марии Григорьевне Исаковой, нашей заслуженной землячке-спортсменке, которая в этом году, в честь нее в этом году мы празднуем 100-летний юбилей со дня ее рождения. И много интересных номеров награждаем. Большая такая традиционная с концертными программами. Да, интересная составляющая будет после концертной программы, будет такой некий балл для спортсменов, действительно, разыгрываться лотерея, в лотерее будут разыгрываться прекрасные призы. И еще такой изюминкой этого балла станет конкурс на мисс новогоднего балла. Будет выбрано мисс и мистер. Это хорошо, но всегда нужно позволить себе, раз уж это Новый год, то, конечно, почему и нет. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот если мы говорим о приезде в Кировскую область, кроме торжественного мероприятия, которое состоится, уже сейчас, можно сказать, состоялось, потому что наша программа в записи выходит. Да, напоминаю, что мы пишемся в воскресенье, а выходим позже, и балл уже состоится в это время. Кроме того, что вы побываете на баллу и пообщаетесь с нашими спортсменами, что еще вы хотите посмотреть в городе Кирове? Успеете ли что-то посмотреть? У меня программа очень насыщенная. Дело в том, что буквально с корабля на балл. Потому что вчера еще в Волгограде была, у нас проводился турнир Кубок Сталинграда, где как раз и лучший результат сезона в мире Мария Лацискеня прыгнула 2.04, 2.07, была близка. Поэтому я под впечатлением, вот прям прилетела, я до сих пор вот думаю, вот мы как-то вот настолько, вот спорт это дает эмоции. Это действительно вот ради таких мгновений стоит жить, стоит отдавать себя, всего спорту, что вот даже радость и победа – это эмоции. И может быть здесь со знаком плюс, где-то со знаком минус, если это проигрыш. Но тем не менее, это как раз и дает такие вот импульсы для развития, для новых целей, для их достижений. Поэтому то, что вот сегодня и завтра у меня такой насыщенной встречи и как и со спортсменами юными, так и с преподавательским составом и тренерами. То есть у нас есть экспертный совет по спорту, в Совете Федерации его курируют. И у нас очень такие вот эти как проблематика, в том числе и в регионах, потому что проблем очень много. И учитывая, что сейчас экономическая составляющая финансирования спорта, особенно в регионах, она не самым лучшим образом выстроена, то, конечно, здесь вот есть, конечно, успешные регионы, которые можно как пилотный проект брать с них пример. Например, это какие регионы? Ну, как Татарстан. Ой, ну тут Татарстан, это вообще, мне кажется, отдельная история. Мы за них крайне рады всегда во всем, но это совсем другая история. А есть, конечно, не самые лучшие. Мне очень много приходится в сферу своей деятельности посещать и встречаться. И я вижу, как где-то сводят концы с концами. Но тем не менее, когда ты видишь детей, как у них глаза горят, как они мечтают. Вот у них вот хочется, ну, думаешь, вот ради этих мгновений хочется действительно чем-то помочь. Давайте об этом поговорим. Хочется законодательной точки зрения вот именно как раз внести свою лепту. И вот учитывая, что мы, как и сами спортсмены бывших, не бывает. И вот эта эмпатия, она присутствует. И поэтому ты сам через это прошел. Давайте об этом поговорим. Ну, во-первых, надо сказать, что Татьяна Романовна Лебедева сейчас является членом Совета Федерации, как я уже сказала, а вообще долгое время работала вот как раз в упомянутом уже Волгограде, да, Волгоградской области. Ну, недолгое время там тоже был такой незначительный период, потому что потом меня как раз и делегировали в Совет Федерации. Незначительный на сколько? Пять месяцев. Пять месяцев. Потому что я была депутатом сначала областной думы, потом у нас пришел новый губернатор, исполняющий обязанности, и вот он меня поставил на Министерство спорта и молодежной политики Волгоградской области. И депутатство вместе с министерством? Нет, мне пришлось сложить именно депутатство. Я работала. А потом как раз были новые выборы, и он мне сказал идти на выборы, чтобы как раз и поддержать, как говорится, и губернатора, и вообще, для меня это был большой опыт по регионам, как раз по муниципальным районам и сельскими районами встречаться, как, что, то есть своими глазами видеть. Потому что когда ты живешь в центре, вроде относительно хорошо, когда ты видишь, что в каком-то там помещении воспитываются тоже чемпионы, и которые тоже... В каком-то там, это значит, плохом состоянии помещения. Конечно, да, да, там просто, я не знаю, никаких технических норм не соответствует, но, тем не менее, они мечтают, они живут, они родились в этом месте, и они тоже хотят стать чемпионами, уметь преодолевать себя. Знаете, сказать, что, конечно же, у наших слушателей и очень многих россиян возникает вопрос, вот это часто, когда смотрят на Госдуму, ну, там, например, особенно на Госдуму, на Совет Федерации не в такой степени, но на Госдуму, да, что там делает такое количество спортсменов, почему они приходят во власть, какую пользу они приносят. И к вам, Татьяна, вопрос прямой. Вот вы прошли через депутатство областного законодательного собрания, хоть и недолгое, да, прошли через министерство. Вот сейчас я вижу, с какими эмоциями вы рассказываете, что вы видели на периферии, да, уже мы не про Москву говорим, мы уже говорим про отдалённые поселения областного центра, например, вы увидели. Сейчас вы работаете в Совете Федерации. Что вам удаётся, благодаря своему опыту, и ведь вы всё равно же возвращаетесь в Волгоград, вы только что оттуда прилетели, что удаётся продвигать в Совете Федерации, над чем сейчас работаете? Я сразу для себя определила стезию молодёжной политикой, спорт, потому что нельзя объять необъятное, когда идти в комитет по экономическому бюджету, это я понимаю, что моя стезя, это я могу через себя всё пропустить и говорить так, как считаю нужным, и мне не будет стыдно за это. Поэтому, будучи когда депутатом областного собрания, первым делом мы сразу, у нас много олимпийских чемпионов, и мы решили, чтобы они не уезжали в Москву, а именно оставались и работали, чтобы была такая защищённость, именно если он олимпийский чемпион, или второе место, третье место, и также тренер, который подготовил чемпион или второе, третье место, и также сурдолимпийские, паралимпийские чемпионы, что если они остаются, живут, у них прописка именно наша региональная, они работают и живут в нашем регионе, то они ежемесячно, пожизненно получают, ну, пожизненно, пока они именно живут в регионе, 30, 20 и 10 тысяч. И это было в 2009 году принято закон, то есть при моём непосредственном участии, я сразу встала на сторону спортсменов, что это надо. Это был региональный закон. Да, и многие спортсмены наши, призёры особенно, потому что они самые, вот чемпион, он всё равно как-то на виду, а призёры, они, как правило, всегда так забыты, и они в основном у нас работали тренером, и вот это была хорошая добавка была. Это хорошая, да, вот такая добавка для олимпийских спортсменов. И то, что именно как раз и тренера, для тренеров это была действительно существенная поддержка. И самые... В каких бы олимпийских играх ты не принимал участие? Конечно, да. И ещё, помимо этого... Безусловно, медаль на олимпийских играх имеет очень большой вес. Вот надо сказать, что Волгоградская область в этом смысле, конечно, является таким регионом, пилотом, что ли, потому что то количество олимпийских чемпионов, то количество призёров олимпийских игр, которыми гордится сегодня Волгоград, но я не знаю, какой из регионов ещё может похвастаться таким количеством. Я поняла, для чего вы это делали. Чтобы именно тренеры, которые олимпийские чемпионы, растили вам молодёжь и спортсменов. Да, и те же спортсмены оставались, не уезжали, потому что соблазнов, к счастью, к сожалению, много. И всегда есть лучшие условия, поэтому чтобы они как раз действительно примером были. Это подействовало? Это подействовало. И у нас действительно, говорю, дело в том, что у нас ещё помимо этого была такая поправка. Если спортсмен не в Волгоградской области принёс золотую медаль, но при этом он уже 20 лет живёт в регионе, то он тоже может подать заявление и тоже получает. У нас Мария Шубина, олимпийская чемпионка в Гребле, её муж, тренер. Они как раз по такому принципу, потому что я знала, что они работали в Академии физической культуры, преподавала анатомию. И, конечно, это для нас тоже, что они живут в нашем регионе. Это был 2009 год, сейчас 2018. Это до сих пор работает? Конечно, это закон. Закон, региональный закон. Что получилось? Сколько вы смогли закрепить тренеров? Или в каких видах спорта смогли закрепить? Ну, во-первых, у нас очень много. У нас 22 золота. И где-то 15-16 олимпийских чемпионов. И пара олимпийских. У нас пара олимпийских, одна чемпионка. То есть, помимо этого, ещё призёры. И все, я говорю сразу, даже кто уже уехал в Москву, они приехали, были так это, ну, в такой случай. И такие прецеденты. Конечно, у нас есть те, кто пловцы, они уже в Москве, они прописку поменяли. Но у них, говорю, другое совершенно, как к большому кораблю большое плавание. Конечно, у них более глобальные задачи. А если, говорю, для тех, кто остался, и у нас очень много осталось, и работает. А у нас они есть в Кировской области или участники олимпийских игр? Конечно, участники олимпийских игр, и, слава богу, жив и здоров. И тренирует олимпийский чемпион Юрий Скобов. Но, конечно, не такое количество у нас. Не такое масштаб. Да, да, да. Вот как раз возьму на себя роль, наверное, ведущего, задам вопрос. Правда, прям очень интересно. Вот, Тань, почему ты считаешь? Что основная причина того, что в Волгоградской области такое количество олимпийских чемпионов и участников олимпийских игр? Где это начало? В чем причина такого успеха? Я поняла. Два вопрос. Сразу скажу. Это дело в том, что у нас в 60-х годах нет... Хотя в свое время я именно... Я сама родом из Башкирии, из Стрель-Тамака. И я вот поехала, закончила школу, и поехала как раз то, что именно Южный регион, мне так нравилось. А то, что именно там Академия физической культуры, и она очень сильная школа. Там в 70-х годах, вот я всегда говорю, там они сидели за столом, не водку пили, или там даже сидели, если у них была тусовка у студентов, но они обсуждали всегда методику. У них именно всегда шел мыслительный процесс. Там и мой тренер, и тренер Елены Слесаренко, и Симбаевы. Они все выпускники, и они... Научный подход к спорту применялся. Да, именно действительно был научный подход, очень сильно составляющий и методики, методологии, и условия. Там в то время построили, в 83-м уже Манеж. И вот как раз в 92-й год, когда 9 золотых медалей Волгоградской области взяла, ну, из них там 3, 3, Евгения Садовой в плавании, Попов Александр Попов, 2 золотые, баскетболистка, еще агонболиста, 2 агонболиста, то есть... А сейчас работает Академия? Академия Бегунина, 3 тысячи. Конечно, она работает. Академия спортивно работает. И, в принципе, сейчас там привели так в рамках государственной программы развития физической культуры, провели ремонт, и вот этот Манеж, который в свое время там были, было очень холодно тренироваться, там плюс 5 градусов, поменяли стекла, все, вот Манеж привели в соответствии, что можно проводить, там будет и чемпионат России посреди юниоров буквально через неделю. То есть, в такое соответствие, сейчас там у нас строится стадион в связи с FIFA, проведение этапов чемпионата мира, и будет проходить там у нас 4 игры, и как раз именно этот стадион в том числе, и как планируют, что он все-таки Академия, именно на федеральную идет. А еще не ясно, да? Нет, сейчас пока принадлежит все это, кто строит, потом это будет все передача. Для нас, с одной стороны, может быть, это и выгодно, потому что содержать стадион, сплотить 150 миллионов в год, это действительно накладно. А так у нас команда пока играет, ну она и в первой лиге играет, но пока она не блещет футбольно, поэтому это, как говорится, до лучших времен. Ну, если вернуться именно вот как раз и в 90-х годах, и пошли вот эти тренеры-выпускники, они уже не просто молодые такие студенты, которые опыта набираются. В 80-х годах они набрали опыта, и в 90-х как раз вот эти наборы, когда спортсмены, они уже, у них уже, и вот научный подход, и они уже осознали, что они хотят, какие действенные упражнения, как вот, то есть это все дало результат, и в 90-х, и в 2000-х годах вот такой бум был, олимпийских медаль. А сейчас? Сейчас, к сожалению, такой спад, ну, закон пассионарности никто не отменял, поэтому когда тренеры, они, к сожалению, ну тоже вот уже огонь не горит у них, они уже все в возрасте, а молодые, вот это как раз должны были те, кто в 90-х годах выпускники. О 90-х годах мы знаем, что было, когда все, кто заканчивали вузы, шли не по специальности, и мы потеряли всех молодые вот эти кадры, которые действительно могли зажечь сердца. А сейчас, конечно, вот и наши чемпионы, кто приступил к тренеров, как тренеры, конечно, надо ждать для того, чтобы, ну, смогли вот через, там, может быть, 5-6 лет уже появляться именно такое новое поколение. Конечно, не в таком, может быть, количестве, но ожидать подъем стоит. В связи с этим очень, конечно, хочется поговорить об истории, которая сейчас складывается с Корейской Олимпиадой, когда огромному количеству российских спортсменов отказано в участии в Олимпиаде. Это вот накладывается на то, что вы сейчас говорите. Вот 90-е годы наложились, у нас срезало большое количество возможных тренеров, которые бы сейчас блистали, да, и чемпионов. Сейчас у нас уже три года идет история с допинг-скандалами и с лишениями медалей. И я считаю, что это такая серьезная, с одной стороны, конечно, где-то в какой-то части патриотическая история, когда там, благодаря пропаганде в СМИ, народ возмущается, давайте поддержим его наших спортсменов. А с другой стороны, ужасно деморализующая история, потому что спортсменам-то что делать? Они всю жизнь работали на эту Олимпиаду, и сейчас вот где они будут? И вот эта история сейчас олимпийская, вы сами прошли через историю там, да, с допинг-скандалом, с лишением двух металей. У меня до сих пор дело идет, и на непределенный срок, потому что сейчас я пока зимники, потом, я думаю, там и чемпионату мира по футболу начнут, поэтому у меня все откладывает, и я говорю только вопрос времени. Вот эта история, Татьяна, трехлетняя, тяжелая достаточная история, мне кажется, она только углубляется и усугубляется. Она для наших спортсменов что? Давайте для спортсменов. Вот я сейчас отстраняю всех бабушек, дедушек, тетенек, своих подруг, друзей, папу, с которым мы поспорили недавно, да, и он грозил там кулаком у нас на кухне. А для спортсменов-то это что? И как это может сказаться в ближайшем вот как раз пятилетнем, десятилетнем? Я сразу скажу, что спортсмены не рабы. И когда говорят, что должны, даже не спрашивать, в них столько вложили, поэтому как скажут, так и будет. Давайте вспомним историю, когда сейчас приходит ребенок, как правило, экипировку ему родители покупают, на соревнования ему оплачивают родители, время, всю энергию, силу потрачивают родители, потому что они привозят его, отвозят, и, то есть, они вкладывают душу, сердце и финансовые, и он такой готовенький приходит в сборную, и здесь ему говорят, хорошо, мы решим, что ты не поедешь, мы вот будем, мы там в тебе в год вложились, а где больше, где баланс, кто в него больше вложился? Здесь еще можно поспорить, насколько там родители вложились там в него или потратили, или это государство. То есть здесь у государства, во-первых, стоит в первую очередь это здоровый образ жизни. Он сейчас, вот именно такой подъем, он, конечно, вот этот успех в Сочи, там, универсиада, все это дало такой всплеск, что именно очень много детских секций, они переполнены, и все директора, все, кто работает в сфере спорта, они говорят, ребята, у нас просто бум, и вы увеличьте нам, пожалуйста, муниципальные задания, государства задания, чтобы мы больше могли принять на бесплатной основе детей, и проверяйте нас, мы готовы любой там жесткости, ну, идет бум, пусть они бесплатно тренируются. Да, у нас по закону бесплатные секции, если они официальные стоят, то, ну, к сожалению, у нас есть виды, которые, ну, все равно нужно платить. Соревнования у нас все равно не в полном, я не знаю, не один регион, даже Татарстан, где в 100% в полном идет обеспечение именно выезд детей на соревнования, на турниры, а именно через это куется как раз и именно опыт, когда он уже становится действительно такой вот лидер, он растет, он развивается. И, конечно, сейчас я считаю, что вот именно я всегда на стороне спортсменов, что то, что дали им право решать, и они приняли решение, надо поставить на эту точку и сказать, да, раз вы приняли, в каком бы условии, это же не они решили, что вот они под... Это привело все к такой ситуации уже на протяжении там трех лет это все шло, и то, что со стороны государства, я говорю, считаю, что оно должно, это было все риски, все вот эти просматривать, рассчитывать, и должно было принимать, а когда это все, это все, вот это нет, это не так, это не так, это мы будем подавать иск, а иск в итоге-то никто не подавал. В частном порядке каждый подавал, у кого есть деньги, возможности, и отставил. Никакого там, как говорили, какого-то фон, чтобы они подавали, потому что нам нужно тоже развивать свою правовую систему, у нас спортивное право, к сожалению, очень хромает, а учитывая, что только через суд это можно, ну, мы живем по таким правилам, здесь нужно... Учитывая, что спортсмены иностранные, которые мы видим прекрасно, как они видят, они сидят на таблетках, имея какие-то справки о диабетах и еще о чем. Я просто столько для себя открыла, правда, вот на самом деле, и я понимаю, почему возмущение такое возникает, и я, люди у вас тоже понимают, вот у меня сейчас слышат, и тоже, как вот мой папа, там грозит кулаком и говорит, что вот, значит, это самое, надо всех там. Но, друзья мои, во-первых, это показало там несостоятельность некоторых чиновников, которые должны были решать последовательно этот вопрос. Вот не сейчас она возникла, эта ситуация, долго она к этому шла, и невозможно было не видеть тенденции, которые там вот западные, например, да, используют медики, тренеры и юристы. Вот и все. Ну и в конце концов не приводить спортсменов, конечно, к такой деморализующей ситуации, когда им, благодаря еще такой массовому выплеску агрессивных достаточно нападок, приходится делать выбор. Благо есть известные спортсмены, великолепные тренеры, которые четко обозначают свою позицию, разъясняют нам всем, что друзья действительно, как говорит Татьяна, спортсмены не рабы, как никто из нас не раб. И каждый делает свой выбор. И я вот только поддержу тех, кто все-таки попадет на эту Олимпиаду. Дай бог, ребята, чтобы все было хорошо. И меня только волнует одно, чтобы была дружеская обстановка там. Я просто не хотела бы на месте спортсменов оказаться. Я понимаю, как бы он физически готов, сильно не был, как бы он не зашоривался, чтобы это все не слышать, информацию, он все равно это видит, слышит, он чувствует это. И когда он выходит, когда у него должна каждая нервная там, клеточка настроена именно на результат, и вот это все его дербанит. Давайте будем надеяться, что эта ситуация сложная, действительно очень сложная для спортсменов, станет только дополнительным стимулом и придаст большей ценности тем медалям, которые они привезут с этой Олимпиады. И дай бог, чтобы в следующие годы, последующие олимпийские годы гимн олимпийских игр ассоциировался с Россией, потому что именно он будет играть в те минуты, когда наши спортсмены будут стоять на педестале. Вот дай бог, чтобы он играл как можно чаще. Совершенно верно. И дай бог, чтобы все-таки были сделаны выводы из всей этой длительной истории нехорошей. И совершенно очевидно, что спортивная система наша государственная требует реформ. Вот в этой части точно. Да, да, очень большой призагруз. Это для нас шанс перестроиться, пересмотреть, куда мы движемся, нужны ли нам медали любой ценой. Может быть, стоит именно действительно на массовый спорт сделать акцент, потому что чем больше мы просеем детей, тем больше мы найдем действительно талантливых, харизматичных, которые ему совершенно не терапевтическое исключение, ничего не надо будет. Он просто будет как машина. В конце концов, мы не зря про реформу говорим, действительно. Сейчас вот когда Татьяна про это заговорила, про массовый спорт, про детский, про пересмотреть и прочее, в конце концов, Америка, она как-то смогла отстраниться от всех вот этих вот организаций, которые нас сейчас отстраняют от Олимпиады. И во многих своих видах спорта прекрасно без них существует. Надо об этом тоже подумать. Я ни в коем случае не пытаюсь нас отделить от международной какой-то системы, но продумывать какие-то ходы нужно. И вот хорошая тоже подняла вопрос Татьяна Лебедева. Напоминаю, у нас здесь в гостях российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, еще на Совете Федерации Татьяна Лебедева и Анна Альминова, чемпионка России, чемпионка Европы, сотрудница нашего Министерства спорта. И по поводу массового детского спорта и профессиональных команд. Настоится немного времени, совсем буквально 4 минуты, но тем не менее. Наверное, в каждом из не слишком, в каждом регионе, который не Татарстан, так скажем, есть своя история с потерянными и уходящими профессиональными командами. В Кировской области тоже такая есть история с командой профессиональной футбольной «Динамо» и с профессиональной командой Родины, которые тихо умирают, можно так сказать. Их постоянно пытаются реанимировать, находить денег, требовать откуда-нибудь денег. Но все равно, по факту, ситуация только ухудшается. Спортсмены профессиональные уходят, игры все проигрываются, стадионные не ремонтируются и прочее. С другой стороны, есть история с детским спортом, о котором вы говорите, и на которую даже президент дал задачу направить все свои усилия, который тоже должен финансироваться и поддерживаться. И третий момент, который там есть, это момент тех, кто говорит, ну а как же, разве может детский спорт развиваться без профессиональных команд. У вас в Волгограде тоже, я уверена, такие истории были. Расскажите вот в Карации какой-нибудь один пример из опыта. Вы знаете, это не только в Волгограде, но и в Кировской области. Это повсюду такая существует проблема. Если взять любой бюджет любого региона по спорту, то видим, что именно в процентном соотношении, если это было года три назад, допустим, то там 90, ну 80 процентов это точно спорт высших достижений и профессиональное. Остальное все там массовое мероприятие, там детское, на детское спорт. То есть и когда президент дал указ, чтобы именно выравнивать, шло выравнивание. И, конечно, такой, если раньше можно, ну как-то можно было чем-то давить, какие-то предприятия там просить, чтобы они помогали, то сейчас, конечно, это намного сложнее. Во-вторых, мы понимаем, что именно профессиональная команда, она поэтому и называется профессиональной, что она должна именно зарабатывать своими результатами, показывая результаты, а не просто именно получая зарплату и при этом, по-другому не скажешь, сливать игры. Поэтому у меня у нас тоже команда «Ротор», она довольно-таки известна, она была третья, вторая на чемпионате России там в 97-м году и довольно-таки, ну очень популярная. И когда мы начали вот самая элементарная проверка, когда зарплаты там по 500 тысяч, когда спортсмена покупают за пару миллионов, а через месяц его отдают в аренду, говорят, мы ошиблись, он нам не нужен. То есть тут такие уже свои серые схемы, и надо понимать, что когда штат там раздут до 140, и чуть ли не у дворника там, извините за выражение, но у него свой водитель, понятно, что здесь надо, конечно, проводить бы такие чистки. И я считаю, что можно оплачивать командам профессиональным именно проезд на соревнования, там согласно календарю, даже сборы, возможно, там, ну именно зарплаты, я считаю, что это как раз должен, он профессионал, он должен понимать, что чем лучше он будет играть, тем он будет зарабатывать. И вот здесь как раз и предприятие такая вот должна быть, что если он выигрывает, тогда он получает. Нет, там минимальная ставка какая-то, потому что чем отличается та же Елена Симбаева, которой максимальная зарплата у нас просто в регионе именно вот таких неигровых видов, у нее 36 тысяч рублей было. И, допустим, те же футболисты, которые играют в первой лиге, занимают там последний шлиф в конечном, там, итоговой турнирной таблице, по которой получают там 300, там, 500 тысяч. То есть здесь совершенно вот этот фонд оплаты труда нужно регулировать и минимальное, да, там, а вот когда уже, если он действительно, как сказать, профессионал, он должен уже показывать действительно свое свое мастерство. Поэтому проблема, она будет еще, и у нас, к сожалению, помимо футбольной команды, у нас и гонбольная, она сейчас теряет, потеряла так и все лидирующие позиции, и у нас спортсмены уехали в другие города и стали буквально через год они стали олимпийскими чемпионами, хотя там четыре наши воспитанницы Волгоградского клуба. Поэтому, конечно, это тоже печально. Но я говорю, здесь, конечно, нужно, это общая даже концепция, даже не все там в центр, а если даже есть, брать те же команды, которые в регионах живут, но финансируются также из Москвы. То есть мы понимаем, что многие головные офисы, представительства, они все в Москве налоговые. И если, допустим, брать, возьмите ту-то команду, потому что в регионе всегда народ будет идти. И не только в спорте такая история. Ну, да, это я уже другое не буду говорить. Все пути ведут в Москву вместе со всеми ресурсами, к сожалению. И да, и это еще один раз, еще один повод задуматься над реформированием системы, государственной системы поддержки спорта. Куча, куча у нас вопросов, которые мы могли бы обсудить с нашими гостями, безусловно, есть о чем. Просто сейчас сразу же уже по графику следующие мероприятия, и завтра сложный день. Напоминаю, что это запись программы. Записываемся мы в воскресенье, 28 января. И у нас в гостях была российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, член Совета Федерации, Татьяна Лебедева и Анна Альминова, которую представлять уже можно без длинных регалий, потому что все они вас знают прекрасно. Спасибо вам, что вы к нам пришли. Это была программа «С верой в спорт». Всем хорошего дня. Спасибо. До свидания.